Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 17 выпуск ПВЕ сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». Выпуск поддержали финансово Аноним, Айдар Ахмедшин, Умка, снова Аноним, Алекс и Илья Лето. Спасибо вам большое за щедрость и доброе слово. Будьте здоровы! Да, Аноним, в ПВЕ играю с удовольствием, без нервоза и гонок ненужных. Спасибо, Алекс, если вдруг какими ветрами задует, то с удовольствием. Всем приятного просмотра! Сейчас соберем тогда Ксюху, а у меня по-моему есть Ксюха. О, у меня есть АКС-74УБ, правда, бесшумный, типа, с глушителем. Я думаю, она подойдет, так что берем эту Ксюху. Патронов у меня на коллаж валом. Я думаю, рюкзак не буду брать, потому что очень много стрелять надо будет. Я думаю, и бегать, скорее всего, много придется. А если там кого и настреляем, то там и найдем рюкзачок себе. А, ключи надо взять и денежку. Вот, точно. Так. О! Моя хотят посмотреть куртку в багажнике. Рано или поздно я найду этот 114. И ключ. О, слушай, это, возможно, наши клиенты. Ключ от КПП, кстати, который я нашел, это квестовый ключ. Мне его надо будет передать потом терапевту по квесту. Ну, а пока мы его... Можем сами использовать. Он же там на 10... А, кого на 10? Нет, где он? Да, на 40 использования аж. А что такое? Заберем пока. Вот. От какого КПП этот ключ. Слушай, там, по-моему, решало. Надо идти мочкануть их. Сейчас мы тут быстренько порядок наведем. Патронов валом с собой взял так же. Стрелять от души будем. И еще больше он нашел. Повязки, говорит. Если они сейчас не прибегут, мне не накидают сходу. Мы их сами там подожмем. Без перегруза, который вышел, накидывает, накидывает, да? Что там, джиги-то, где вы? Я готов с вами сразиться. Правда, броня теперь у меня четвертого класса бронеразгрузка. Он стоит тут. Готов. Готов. Чувак, по-моему, темные прям штаны камуфлированы. Лом, чувака. Ага. Попал, не попал, потряхивает. Нормально так Ксюху, кстати. Так, что мы вот так, наверное, будем наяривать, да? Нормально так потряхивает Ксюху. Но ЧВК мне, в принципе, тут не нужны на заправке. Мне нужны ЧВК, которые там в общежитиях. Слушай, я, наверное, зря в эту сторону сразу поперся. Я предлагаю, знаешь, как сделать? Вернуться на мазутку, на заводскую территорию. И забрать папку квестовую. Как так? Они взяли уже и снайпера подстрелили. А вот этого нет вроде. О боже. А я черт АС-2 попаду отсюда. Ты чё? Пойдёт, пойдёт, пацаны. Давай, подтягивайте. Сюда свои. Задницы. Всё положил, по-моему. Попал, не попал? Пойдёт, пойдёт. Мне такой замес нравится. Мы так быстро настреляем 25 диких. Главное не подохнуть. Самому. Всё, как там? Просто садишься, лутаешься, короче, и сами приходят, да, обычно? О, работает. О, работает. Всё, надо докидываться. Сейчас, да, сейчас довыделываюсь. Где-то тут я ещё одного, по-моему, слышал. О, у меня БС-ки вообще есть. БС-ки давай зарядим. Лучше гром, где-то тут. О, отлично, отлично. Просто садишься, да, кидываться получается, и сами дикие приходят. Так, чё там? Всё, тишина? Нет, вон он. Ну, уже, наверное, с десяток я того накидал. И пока хорошо, в хорошем темпе идём. Даже не подкоцали. Так. Знаешь, чё я сюда приперся-то? Мне нужно вон в тот вагон забрать там папку по бомжу с парихима. Точнее, по квесту лыжника, как он называется, не помню. Бомж с парихима, не? Нет. Короче, непонятно. Смотри, газель-то открыли, радио закрыто было. Пойдёт. Вот я теперь не успокоюсь, пока не посмотрю. Реагент, часть первая. О. Пойдёт, плата, нифига. Спасибо, а мне пора. Сейчас заберу тогда эту папку. Заглянем, наверное, на старую заправку, да? А, вот она прям лежит. Давай, зашибись, даже искать не пришлось. Торков прям вообще такой, молодец. Хорошая игра, надо качать. Конденсаторы. Блин, они же мне нужны были на чё-то, не? Железно нужны были. То ли для убежища, то ли чё. Почему не помечены? Кабачковая, покушать, попить на шо? Зашибись. Так, чё у нас там по заданию получается? Да какое садоводство. Таможня, каратель, 9. Ну, не десяток, но 9 есть. Давай старую заправку тогда глянем, наверное. Сейчас заводскую территорию стопудово там есть. Старую поглядим. И потом выскочим снова к заправке. И, наверное, в общежитии, я помню. Нет никого. Ладно, ничего страшного. Вот здесь обычно выходишь, дикий, бам, убил одного, второй, третий подходят, четвёртый, десятый. Или надо присесть просто подлутать кого-нибудь. Тогда они повылазят. Расскажите. Джигиты. О, это вы уже утонули. 15 рублей нашёл. Нифига себе. Похавать будет тысячу. Нифига, не сработала. Тактика-галактика. Кого не подспавнило мне. Ого. Подспавнило. Отлично, работает. Тактика-галактика. Правда, опасно? В башку попадут, блин, 7.62. Мысли в пучу не соберёшь, потом не тушу. Это из-под КПП? Нет. А кто стрелял? А, да, из-под КПП. Спрятался, да? Партизану подъехал, что ли? Что за фигня? Я не вижу ничего. А, вон он под лэп стоит, урод. Блин, падла, больно. Я не пойму, кто стреляет. Это СКС или калаш какой-то 7.62? Что за жесть? Или это ЧВК подошли? Блин, я не вижу противника. Как так жить? Как так воевать? Под лэп, что ли, там лазит? Не пойму. Падла. Ладно, рискнул. Да, проскочил. То ли это дикий какой-то лютый там. Да больно так попадает, урод. Да, ну неужели обычные дикие? Чуть не разобрали меня, прикинь. Исчез. Да мне пофиг, я сколько угодно могу здесь находиться. Главное мне, чтобы диких настреливать. Они вроде настреливаются потихонечку. Вот подлечиться бы, вот это да, не помешало бы. О! Тарков меня услышал. Подлечиться да докинуться. Все, как новенький. Даже поел, попил. Я предлагаю, знаешь как сделать? Я предлагаю снять это и поставить этот трофейчик. Это, во-первых, укоротит длину самого оружия. Во-вторых, эргономики накидывает прям здорово так. Что до этого не сделал так. В-третьих, отдачу сокращает, короче говоря. В общем, все, я готов. Дальше геройство. Что там у нас по времени? 20 минут? Немного, в принципе. Ну, потихонечку пойдем. Пойдем, значит, потихонечку в сторону общежитий. Я до общак так и не добрался до сих пор. Но, в принципе, зато по-диким пострелял неплохо. Кто-то где-то как-то уже успел их там подлетать. О, вот это нам надо. Ну, что ты? Забрать хочу. Ну, давай. Ну, забери. Ой, господи, Тарков. Такой Тарков. Во. Чисто ключики. Гаунево в ложе. СКС-ка. Упявку. Еще и СМР-ешка. Ё-моё. Получелек, полубратюня. Блин, вот это вообще западло. Стоишь ты такой за забором. Тебя даже не видно, но ты через куст шмаляешь по мне. Блин, Тарков, ты делаешь мне больно. Ты разбиваешь мне сердце. Ей-богу. Такими движухами. Квасик еще. Да. Это вообще топорно дыбал. Л-канат с чувака снял. Бэту с него же, да? Да, подожди-то я и рюкзак хочу забрать. Это мой вообще, по идее. Слушай, а ты хорош. Ну что, неплохо. Живем. Пожрать, попить, есть. Патроны еще пока есть. Дикие потихоньку приходят, и у меня пока получается отстреливаться от них. А вот то, что Ксюха клинит, вот это капец. Это даже на один рейд мне нулевого оружия не хватает, да? Так, вот это нам сейчас, скорее всего, в общежитиях пригодится. Хотя я вообще как не слышал никакой возни. Абсолютно ноль. Тишь да гладь. Я хотел тут сейф просто глянуть. Че вернулся-то? Багарий. Может в Багарий переедем? Это еще черт ногу сломит. Так вот, да? Плюс-минус. Опять же кот, петух. Котов просто что-то немерено. Мы же если флешку найдем, мы же целый квест закроем и вынесем с галочкой. Ладно, не судьба, говорит. Хотя, может, тут сейчас лид-экс как найдем. По-то и два. Ладно, все. Время больше не тратим. Пошли в общежитие. Надо в общаке идти. Чисто смотрю по карманам, сумкам, ключи. Может, какие будут ключи. Вот. Субтитры подогналом. Спасибо. Буду. Субтитры подогнал Sanidad. Пришел дикий. Братюнечки пришли лутаться. А че, я галочку не снял, я же уже нашел два. Из избранного. Еще кто-то. Да куда ты телепортируешься? Че за бред вообще? Дичь полная. Блин, я бы понял, если б я не к локальному, а где-то там онлайн, я думаю, может там серверу больно плохо стало. Че за телепорты неадекватные вообще? Домой заберем. Я просто в шоке. Блин, Ксюха вроде бы нормальная, но не такое же убитое состояние, чтобы прям вот клинило оно у меня. What the heck, Тарков? Блин, не разбивай мне сердце, родной. Я тебя всем хвалю там, да вот че, да Тарков, да то, да сё. Че ты вот это начал? Так, ну сколько я? Пару десятков может настрелял, не? Все-таки. Уже долго возимся? Показалось, что это человек, а это касса, вон тот. Что-то фигня, живой, это фигня. Ладно. Делайте ваши ставки, есть ли кто живой еще в общежитиях. В принципе, если они там группировкой сидят, то я думаю, что они вполне себе там прекрасно сидят. Ну, в смысле, живые остались. Все, последнее. Нахапка. Подожди, я готов. Мочи сразу. Что за люди? Ползет, ползет. А все, ничего, они... Через кусты вот тырки шмаляют. Вот это вот просто... ...беспощадная тема. Окей. Ехала в общежитие. Посмотрим, что в общежитиях и посмотрим, работает ли машина. Чтобы нам тоже можно было рассчитывать. Блин, 12 минут у меня все. Не хватает времени на полутаться, на подстреляться. Да нет, ну пятерых-то чувака я, очевидно, здесь сейчас не найду. Может быть, решало будет. О, это кто? Человек что? Нет. Что там осталось-то, кстати? Двоечка. Двоечка. Ой, зашибись. Ладно, двоечку-то мы уже добьем. Тем более, что я слышал, как кто-то там по кустам в нашу сторону шел. Вот он первый. А решало бы уже было, они бы уже разорались бы там. Там все такое. Ух ты. Приятный сюрприз, мы тебя заберем. Для пищеблока мне два штуки таких надо. Ай, ладно, не пойду. Мы уже картотеки подстрелим. В пекло. Красный таймер. Машины нет. Ой. Тишина. А вот. Нашибись. Ну, тогда и тут же и выходим. Отлично. Ну, бомжа, короче, сделал. И карателя сделал. Можем выходить на лодке контрабандиста. Посмотрим сейчас, что будет там, нет? Вынесем папку, и то хорошо будет уже, да? Заводских, решало, ТТ. 114-ю не нашел. Уж маску забыл посмотреть. Зато папку забрал и... Диких наколотил. О, работает тестерок. Значит, тут и выйдем. Пойдет, пойдет. Че, е-мое, нифига себе. Нормально так погулял. Не полутаться, конечно, когда тебе надо 25 диких особо. Но ничего. И так сойдет. Ну, хотя бы гуны в этот раз не мешались. Хотя я туда на базу решал, и-то и не заглядывал по большому счету. Может быть и стоило. Закрываем каратель, часть третья для прапора. АКС-74У. Таможня 25 диких. Готово. Каратель, часть четвертая. Говорит, надо идти на маяк. Передать ножи. Так, ножи я уже, оказывается, собрал. 5 штук ножей. Готово. На маяке 12 диких с дробовиков 12-го калибра. И балаклава и жилет дикого надевай, говорит, и 10 ЧВК убивай. А еще мы бомж с полихима закрываем. На таможне 25 диких настреляли. Прапор теперь выдает квест-поставщик, по которому нужно военный аккумулятор. Передать у меня их два. Один отдаем, один себе оставляем. И ОФЗ-снаряды. Нужно пять, но у меня только два. Ничего, найдем, либо сварим. Для лыжника тоже мы закрываем сегодня квест. Это реагент, часть первая. Нашли папку, вынесли с локации. Передаем и закрываем квест. Выдает теперь лыжник реагент, часть вторая. Квест возвращает нам ключ от комнаты 220 общежития. И говорит, оттуда надо пару предметов притащить. Прошло два дня. Принесли сектанты РБТБ ключик. Не помню, уже что там отправлял. Я просто мусор какой был скидывал. И они вот принесли ключ такой. Также установил стенд со снаряжением. Теперь у меня тут маленький анон. Красивые, счастливые штанишки на него. Вон можно надеть, все как положено. Ну и бронежилет с шлемом. Экономим место в схроне. Тир третьего уровня тоже завершился. Установил, теперь он у меня максимальный. И есть ускорение прокачки группы умений боевые на 10%. По квестам теперь хочу сходить реагент, часть вторая. Сделать в 220 номер общаги трехэтажный. Залететь, забрать там пару предметов. И также есть вероятность встретить ЧВК там же в районе общежития. Если пятерых подстрелим, то все они пойдут в путь охотника. Тоже квест. Попутно буду делать арковский стрелок шестой. Мне надо пятерых диких снайперов подстрелить с болтовки. Посмотрим, что будет по спавну. Если западная сторона, то будем через новую заправку прочесывать и идти в общежитие. Если северная или восточная, то тогда сразу, наверное, будем залетать в общаги. И пытаться там в первую очередь навести шороху. Такие планы. Опачки. Мы, короче, на восточной части локации появились. Хорошо. Тогда пойдем потихонечку поглядывая через всякие времяночки с курточками. Опачки. Делитас, алдоки. Будем поглядывать снайперов, если будут. Подстрелим болтовку. Я взял как одноразовый экземпляр. Стоит она недорого. Поэтому не жалко будет ее выкинуть в случае чего. Тысяч 40-50, может быть, она стоит в общей сложности, вся эта сборка. Стандартная сборка. Собирается полностью у егеря. Во времяночку тоже залетим. Вот эту синюю сторожку. Удальнюю уже не буду смотреть. В принципе, лут как бы не нужен. Но посмотреть картотеки оно лишним, я думаю, не будет. Плюс ключики тут можно найти в сумке или в куртках. Пью то-то. Такой ключ есть, такой ключ нам не нужен. Посмотрим, как там в общежитиях будет. Если что... Попить, поесть уже есть. Если что, там, может быть, и по сейкам каким-нибудь пошаримся. У меня ключей, в принципе, уже предостаточно. Вообще, Ага-26. Это где возьмёт? Горностай у меня на хорошем патроне. БП. БП. Четвёртый класс брони пробивает. Урон 90. Но дистанция должна быть не сильно большой. Потому что он довольно косой, такой патрон. Там минус к точности. Да и плюс сам горностай не самая точная болтовка. Так что, короче говоря, так, чисто попутно. Если будет попадаться, то здорово. Нет так и... Ничего тратного. Пойдём потихонечку в сторону общежитий. А по пути мы глянем крышу. И трубу. Если там негодяи ещё живые, будут эти снайпера. Мы их отработаем. В приоритете остаётся общага, конечно же. Так, это одна база решала, да? Я так понял. Ну, крыша. О, в мэр уже. Подстрелили. Ладно. Теперь ещё и, блин, боты ЧВК-шные конкуренцию создают по стрельбе под диким. И дикие конкуренцию по стрельбе под ЧВК. В принципе, с болтовки, если ЧВК каких-нибудь получится подстрелить, то это даже неплохо. У меня тут есть квест, но, по-моему, ещё двоих ЧВК мне надо будет добить с болтовки в голову на таможне. Ну, прям зацикливаться на этом квесте я бы не стал. Потому что... Проще потом отдельно будет ходить конкретно эти задачи выполнять. А вон стоит красавец. А попробуем снять его. Во. Пал. Ну что, один есть, снайпер. Осталось четверо. Пойдём в общежитие, там что-то воздействие какая-то происходит. Возможно, наши клиенты. Разумагазинчик докерем, потому что запасной я не брал. Считается не только в помещениях, но и во дворе. А вот он готовый, чайвок лежит. Или это не чайвок? Нет, чайвка. Ещё готовый чайвка, да? Нет, вот чайвка я убил. О, ну зашибись. И тут, короче, квест. Пошёл потихонечку выполняться. Я почему думаю тут подлутаться? Потому что есть вероятность того, что могут стянуться с каких-то других. Вот, пожалуйста. С других каких-то секторов, территорий могут подтянуться чайвка. Это нам сыграет на руку. Так, 108 ключ у меня имеется. Одно из самых вкусных мест на таможне. Это общежитие, конечно же. Общежитие. А, да, рюкзачок Староканецкого-нибудь. И потихонечку набивать его. Вот те, с кем он. Ну, пожалуйста, всякие прелести попадаются хорошие. Саморезы не помечены, иначе брать не буду. Скорее всего, не нужны. Только то, что мне нужно, буду собирать. Е-мое, напугал. Дикие приперлись. Опа, пропан. Опа, СЛ. О, а вот и рюкзачок неплохой. Который он, видимо, с ЧВК стянул, да? Ух ты, и патроны, по-моему, неплохие. Слушай. Да, он с ЧВК стянул. Железно. В общем, надо шевелиться, а то сейчас дикие будут идти, 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 идти. Все, по-моему, не нужен. О, вот это нужен. Видевокарта. Ну вот, видишь, как ключик. Сразу же профит принес. Так, что там, братюнечка? ОБТ, патроны, представляешь? Хорошо, хорошо. Все, высыпал. Ничего себе тут. Я бы себе все-таки хирург просто оставил бы. 104-й у нас есть. Данекс нам накапу нужен будет. Накапу, кстати, осталось всего 4, что ли, предмета там. Бумагу на туалетную бумагу порвем. Блин, вот тут опосян так-то лутаться. Он сейчас будет, я его даже не замечу, что он вышел. Я бы лучше ВК забрал еще. Магазины. Ага, коллаж значит у другого, да? Блин, я с флешками пришел. Надо было слепануть его. Флешу нут. Так вот сделаем. Как-нибудь так, что ли. Ладно, не буду брать. С.Джей. План леса. Не показывает. Ну там план местности. Плюс он некорректный. То есть устаревший. Насколько я знаю. То есть толку с него никакого. Грубо говоря. Да, я уже тяжу оленькой так-то. У этого, походу, магазины от Калашникова. Там тоже БТ-патроны, судя по всему. Заберем. Оно. Оно. Ну что, похоже, что больше к нам никто не придет. Давай тогда помещение или на новую заправку сходить. Ладно, помещение с сейфами тогда глянем. Может быть что-то ценное найдем. Какие там у нас есть ключики? Так, 14 то есть. А, 220 я же хотел зайти. Нифига себе, я намылился уже. Там компуктер есть. По кустам тут шарится. Бики, скорее всего. Азу заберем. Помечено чего-то. Ну, в принципе, тогда я предлагаю взять эти по реагенту предметы. Да и выйти на фикс локации. Так. Корточки глянем еще. Машинку тоже глянем, если работает, то вообще замечательно будет. Так. Значит, 220 нам нужно в первую очередь флешку из ноутбука вынуть и вот здесь письмо между папок забрать. Все. Замечательно. Кто-то у меня в общагах тут шарится. Так. 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 Ребеныш, я же говорю, кто-то лазит тут. О, Тарзан, блин, а бартер нужен. Бэээм. И вот это тоже можно было бы забрать. И все надо. И Тарзана некуда присобачить. Так вот что ли сдавать-то ли? От этой комнаты ключик у меня имеется. Машина есть. Замечательно. Что у нас еще? какие ключики есть? 20-й, 14-й. Ну и все. Офис мы прошли. 108-й посмотрели. В общем, только один ЧВК живой попался под квест в общежитиях. Давай тогда выйдем? Пофиг. В свежий рейд загрузимся. Тут, наверное, то же, как на заводе будет с ЧВК. Просто дождаться одного прекрасного рейда, в котором я всех четверых оставшихся ЧВК здесь в общежитиях и настреляю. 18 минут ровно, говорит. Ну да, один Юсек, в общем, попался мне в общежитиях. Ну ничего, я один снайпер, один Юсек. Пойдет потихонечку, помаленечку. Так и закрываются контракты. Квесты, квесты, то есть. Для лыжника реагент часть 2 мы можем закрывать, так как оба предмета я нашел на локации. Вынес их. Выдает теперь реагент часть 3, но это надо идти, говорит, на завод, найти шприц с реагентом и вынести его с локации. Все, погнали еще раз за ЧВК на таможню. Точно так же. Просто внедряемся в общежитие и посмотрим, что там получится из этого. Так, так, так. О, теперь мы на заводской территории, получается. Отлично, хорошо, хорошо. Я тогда предлагаю сделать все равно. Мы мимо будем новость заправы проходить. Попробуем тогда заправу глянуть. Новую. Снайперы еще не уродились, судя по всему. Ух, блин. Прямо передо мной заспавнился. Нет, труба заспавнилась. Вон он. Подглядывает. Блин, пойти того, на свечки глянуть снайпера. Что-то можно. Пока его не мочканули там. Блин, хотел выглянуть, а тут походу... Ну да. Ну ладно, тогда и в эту машину посмотрим. 114 ключ, да? Можно вот этот прицел переставить на свой верностай. Тормози, братуля. Тормози, только не в голову. Как-то вовремя появился. Просто щедеврально руку оторвал гаденыш. Так, по-моему, вижу. Нет, не вижу. Как в каком-то хорошем вестерне смотрели друг на друга. Ладно, даем кругаля тогда. Чик. Нет, естественно, никакого ключа. Куда он шмаляет? С горы, что ли? Сдурел? Или это... Да нет, по мне стреляли. Точно. А, вот он. Прям слышно, как по нему пролетает, да? Клопки-шлепки такие. Он живет. А, он без брони. Но он живет. О, боже. Тяжело, говорит, в деревне без нагану. Нет, здесь находиться, я думаю, бессмысленно и беспощадно. Надо куда-то потеряться. Ой-ой-ой. Это кто там? Дикий стоял? Да, дикий. Господи. И руки трясутся, и что, туда-сюда попадешь, короче. О. Кассир. Закроемся, короче. Вот здесь будем сидеть. Докинуться надо, короче, по патронам, докинуться и в болтовку, и пришить надо культяпку. Все, как новенький, е-мое. Проверяем, что в сейфе. Жаль, конечно, что снайпер на свечке не появился. Так-то можно было бы закрыть. Наверное. О, ботинок нашел какой-то. Одинокая кроссовка бренда Ви-Би-Ин. Интересно, где же вторая? Непонятно. Строймерский предмет какой-то. Понятия не имею, кто это. Вот если бы снайпер был на свечке, плюс снайпер был бы на крыше, то я бы, в принципе, мог бы и закрыть сразу Тарковского стрелка. Вот это было бы замечательно. Может, все-таки еще раз туда сходить? Ну, вернуться на ту свечку, посмотреть. Может, снайпер подспавнился там? Нет. Так, тут кто-то подбегал. Подбегал и убегал. Маневрирует, короче. Хорошо, вышел как раз этого снайпера. На трубе снайпера. Застрелил. А вот того я так и не увидел. Нет там никого. И не появился никто. Нет, не видать. Ну, ладно. Не будем тогда испытывать судьбу. Бог с ним. Нет, так нет. Само по себе сделается задание, в принципе. Я тут думаю. Пойдем тогда в сторону общежития. Фига себе, не ждал. В сторону общежитий. Так, это мы уже домой пронесли. Тарзаном нам больше. Интересен. Теченье, блин, зараза. Тема. Только вылечился все. Подлечил. Ну, опять тут по три, по четыре единицы всего. Ну, ладно, будем потихонечку идти и лечиться, да? Что-то там стреляло в стороне общежития, по-моему. Как раз. Они здесь, вон, лезут и лезут. Они так и будут идти. Тишина. Ключа нет от МЧС. Сейчас посмотрим, как пойдут дела у нас в общежитиях. Да, да, нет, нет. Посмотрим, машина если работает. Я там же выскочу тогда на машине. Потому что дальше идти мне смысла нет. Мне нужны снайпера и... Общаги, по большому счету. Хотя можно на базу Решала сходить. Но я боюсь, что там будут гунны вместо Решала с заводскими. Тут бывает еще флешка возле гитары спавнится. Это, конечно, крайне редко. О, а в этом рейде есть, прикинь. Я нашел флешку. Капец. Ну что ж, если выживем, тогда целый квест закроем. Осталось, как говорится, дело за малым выжить. Что у нас тут? Все в порядке. Пару курток глянем. 24-й. Ой, это хороший ключ. О, заводской ключ. Дэмм. Хорошие ключики нашел, пацаны. Крут шарец. Ох, ёк-макарёк. Вот это я нашел, конечно. Неплохие ключи, неплохие. Что еще покажешь? Ладно. Идем в трешку. Подкрепимся, Маш. Раз такой расклад. О. О, блядь, блядь, блядь! БТ, патроны. Неужели настолько криво стреляю? Вот, хорошечно. Подкрепился. Дикий приходит на выстрелы. С удовольствием, можно сказать. Зачи выкачат, а где-то там трутся, мнутся, стреляют сами по себе. Без особого желания, как будто. О, вот это уже близко, да? Это уже близко. Может, придут? О, будто ближе уже, да? Похоже на какой-то больший между собойчик. Между чувака. Ну, давай пока ждем их, по курткам пошаримся. 204-й ключ открывает комнату с сейфом на втором этаже. Я поэтому обрадовался. Сейчас, может, в сейфе какого-нибудь Лёву найдем. Ай, да сейфы смотреть. Моё любимое. Дверь и настиж. Компьютер. Да тут, в натуре, заходишь в общежитие, когда есть ключики. С удовольствием полутался и полный мешок набрать добра. Особенно учитывая, когда тебе нужно практически все для убежища и квестов. Что-то вот эти куртки испортились. Здесь слишком много ключей от спецтехники стало спавниться. Раньше один ключ вот здесь только был, и все. Сейчас два, три. Пожалуйста. 204-й. Вот он, этот номер. Бейк-изи. Туда. Планшет для документов выручает. Сколько добра туда помещается. Вот он, сейф. Ух ты, аксель. Ну так. О, подожди. ЧВК прибежал. Я думал, дикий. А я его убил. Ой, блин. Да я еще подумал, что неужели я его застрелил. Ну хорошо. Юсек прибежал, как я в принципе и планировал. Было бы под флешкой еще лучше было бы, конечно. Но то, что вот так есть, уже радует. Вот он и стрелял, с ауга. Его я слышал. На временке. Машина есть. Вообще здорово. Блин, можно было бы, конечно, на базу решал и сходить. Но я, пожалуй, откажусь от этой идеи. У меня тут и квестовых предметов. И вон драгоценности всяких. И флешка еще с галочкой. Че идти? Рисковать лишний раз. Я так считаю. Я думаю, это нецелесообразно. Переведем еще один рейд, залетим. 108-й, хороший ключ. В прошлый раз понравилась мне. Находка в 108-м. Прям первый этаж еще глянем. 108-й номер этот. Обычно так галопом залетают дикие, да? А тут вон чувак, я прибежал. Т balcony-калка,cipョик. Выбежал передenter. Провер�. Происовал переду. А тутaffles. подожди она у меня помечена забираться 203 спасибо не надо да ну еще чувака я тут не успел среагировать насчет флешки конечно слушай еще два чего к пробежали получается последний человек остался а я думал уже все казалось кто дверь открыл ну по большому счету брать то особо нечего честно говоря а подожди жетона можно собирать бартер есть нормативный такой да и рюкзак в принципе у меня места хватает ну неплохо чё давай тогда выйдем и еще раз залетим в новый рейд один раз чувака остался всего лишь в общежитиях попробуем добить для сегодня этот квест не откладывая в общем есть смысл оказывается если никого нет в общежитиях есть смысл пошариться по ней пару диких подстрелять есть вероятность того что могут подскочить еще чуваки целых трое прибежало хорошо и того четверо из пяти мы уже убили остался последний блин нет я погорячился насчет еще одного рейда походу 23 минуты целых якоса в рейде проторчал ну ничего в принципе я нашел флешку и это замечательно я еще сдам по квесту не знаю почему но мне только троих всего чего к засчитала так что нужно еще парочку поэтому следующий раз добьем зато по мутному делу я могу передать последнюю флешку которую нашел так что рейд точно был не холостой парочку засчитала чувака и плюс флешку вынесли скорая помощь квест выдает нам теперь егерь поэтому квеста нужно передать дефибриллятор портативный я его скрафтил в убежище собирал предметы на крафт и 2 цемы с тоже с галочкой имеются квест мы закрываем сразу но на этом пожалуй и завершим всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск понравился благодарю за вашу поддержку пальцы вверх и добрые отзывы приятной всем игры отличного настроения и до следующего выпуска до свидания